Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Роберт Уразов, генеральный директор Союза молодые профессионалы WorldSkills России. Роберт, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, работаем мы сегодня в выездной студии, в выездном павильоне в Екатеринбург-Экспо, где в эти дни проходит очередной уже пятый по счету чемпионат России WorldSkills High Tech среди сквозных рабочих профессий. Роберт, вам нравится то, что здесь в эти дни, в эти минуты происходит? Конечно, нравится. Как же? Если вы пройдетесь под такое количество работающих людей одновременно, причем работающих слаженно, профессионально, это не может не вызывать довольствия. Что вас впечатляет больше всего из увиденного, из того, что и как здесь, что и устроено? Ну, вы знаете, наверное, тот стиль, который мы здесь пропагандируем, все-таки есть в России наработки, которые являются как визуально отличимыми, так и содержательными. То есть, о чем я говорю? По сути дела, весь хай-тек у нас оформлен в стиле авангард. Это российская разработка, это то, что придумано было в России и является мировыми достояниями, и мы пытаемся сделать то же самое. Мы создаем какие-то профессии здесь и выводим их потом в мировое пространство. Ну, например, промышленная робототехника, компетенция, которая появилась в 2015 году, она сейчас является уже мировой. В 2019 году она будет в соревновательном режиме. И что интересно, здесь же много техники, которая произведена в разных странах, например, если говорить конкретно промышленную робототехнику, там часть решений из Кореи, как таковой. И что удивительно, корейцы и китайцы приезжают учиться у нас. Мы законодатели мод получаемся в некоторой компетенции. Я думаю, что мы не законодатели, но мы, по крайней мере, теперь уже точно в лидирующей группе. Но это более чем серьезно. Вообще, сколько компетенций здесь у Екатеринбурга представлено? Я так понимаю, за часть медали даются, а часть презентационные. Здесь 40 компетенций, из них 34 являются основными, то есть за которые будут медали, которые входят в медальный зачет. При этом мы всегда традиционно смотрим даже не на количество, потому что это такой, знаете, как органический процесс. Компетенции вырастают сами по себе, казалось бы, ниоткуда. Вот, например, здесь есть компетенция выращивания минералов. У ребят задания, они выращивают маленькие алмазики. Вот если бы они стартовали бы на где-то 3 месяца раньше, то к концу чемпионата бы они вырастили 20 алмазов размером в 10 карат. Ну, то есть, комментарии излишни. Ничего себе! То есть, общая стоимость была бы около миллиона. Да, при этом эта компетенция, которая интересна компаниям, поэтому эти компетенции начинают появляться сами. Она пока пробная. Она пробная, конечно. Вот, например, если взять инженер-технолог, в прошлом году она была презентационная. А в этом году основная. Здесь инженер-технолог, это компетенция, которая появилась благодаря Росатому. Это их запрос конкретный был для того, чтобы использовать свои отрасли. Это компетенция, в которой люди составляют технологические карты, планы. Ну, фактически дело, формируют инженерный проект про то, каким образом вводить в эксплуатацию, обслуживать энергетические объекты. И вот теперь, помимо Росатому, еще несколько компаний принимают участие, в том числе энергетических. Что говорит о том, что даже если какая-то компетенция сначала была никому неизвестной, казалось бы, ненужной, если вы находите себе партнеров, если вы собрали ее качественно, собрали ее на высшем уровне, то к вам начинает... Она будет жить. Ну, она будет жить, а жизнь измеряется в том количестве конкурсантов, в том числе не из вашей компании. Все просто. Если не в количестве компетенции измерять успешность чемпионата, то в чем тогда? Все-таки это уже не первое подобное соревнование в Екатеринбурге. Ну, как-то ведь чемпионат меняется от года в год. Ну, смотрите, наверное, надо говорить о спросе, который есть. То есть, все равно количество компетенций тоже определенный показатель. Все-таки площадка – это, ну, знаете, как такой опытный полигон, на котором что-то выращивается. И как полигон он точно работает. Если вы помните хай-тек первого, там был 11 компетенций, сейчас 40. Причем эти компании не пришли откуда-то навязанным способом. Эти компетенции возникли из компаний. Это говорит о том, что самим участникам, да, именно по реальному сектору экономики, интересно использовать ворк хай-тек как полигон отработки своих стандартов нормы качества труда. То есть, компании уже научились это использовать для себя. Это не какая-то витрина, это то, что им нужно в последневной деятельности. Вы знаете, это такая двоякая витрина, то есть, с одной стороны, ну, как бы, не знаю, как икея, наверное. То есть, витрина с одной стороны, а с другой стороны реальный цех, в котором выпускают, не только покупают, но и создают. Понимаете, здесь как бы одновременно такая большая ремесленная мастерская, которая рождает новые стандарты. Второе – это количество участников, да, то есть, ну, помню, первый хай-тек – это было 110, сейчас почти 597 вместе с юниорами, да. То есть, пятикратный рост. Дальше – это количество иностранных участников, то есть, у нас в прошлом году были понемножечку-понемножечку, В этом году 80 человек, это не россияне. На некоторых странах вообще пройдешь, там очень много ребят. Уже открытый чемпионат России получается, если теннисными категориями мерить. Если вы знаете, то в правилах соревнований у нас записано, что у нас одновременно два чемпионата. Это национальный чемпионат WorldSkills High Tech для наших российских компаний и евразийский открытый чемпионат, в котором участвуют у нас 11 стран. То есть Екатеринбург как точка притяжения в промышленности всего мира начинает постепенно разворачивать обороты не только как инопром, как выставка достижений, но и как машина, которая позволяет готовить людей к работе в промышленности. За что борются, за что сражаются участники чемпионата? Я так понимаю, слава и почет само собой, но может быть еще и материальное какое-то измерение? Это даже не само собой. На самом деле очень многие компании следят за своими чемпионами. И для ребят, которые участвуют здесь, это возможно сделать еще один шаг. Карьерный рост. Карьерный, разумеется. То есть если вы выиграли High Tech, это означает, что вы супер-классный специалист. И пока в России у вас конкурентов в вашей весовой категории, что говорится, нет. Но вот посмотрите, например, опыт Росатома того же. Они три года подряд готовили сварщиков, которые выигрывали чемпионаты. Так вот самый первый чемпион, вернее даже первый чемпион, он уже работает инженером-технологом, он разрабатывает инженерные решения для сварки. Насколько я помню, они делали для Омского НПЗ решение, как сварить такой чан, ну как чан, такой сосуд, в котором, грубо говоря, готовят бензин. Но там сумасшедшее давление. И вот продумать, как его сварить, это феноменально круто. Вот, например, Дмитрий Кучерявин, который выиграл второй High Tech по сварке, он сейчас наставник в компании. Учат других людей не быть чемпионами, да, как бы это понятно, то есть, естественно, они используют этот опыт, но он и готовит сварщиков, которые работают на компанию Росатом. Посмотрите на Сибуру, да, как они используют чемпионов. Они очень многих выталкивают, ну, как бы в хорошем смысле выталкивают не с работы, да, как бы, а перемещают внутри компании, используя их как раз на технологиях, которые связаны с разработкой каких-то новых решений. Почему? Потому что чемпион лучше других понимает, где предел технологии, он понимает, какую технологию можно следующую внедрить. Да, ну, понятно, что есть еще и материальное вознаграждение, очень многие компании поддерживают своих победителей, выплачивают премии, но это сугубо решение на решение корпораций. А то, что делаем мы как организаторы вместе с Фондом развития промышленности, лучший участник чемпионата по решению экспертного сообщества, получит приз в миллион рублей. Пока три года подряд побеждали сварщики, ну, посмотрим, что будет в этом году, это такой непредсказуемый показатель. Ну, сварщики фавориты, судя по тому, что в предыдущие годы происходило. В следующем году чемпионат мира пройдет в России, в Казани, кто-то из тех ребят, которые участвуют сейчас здесь, в Екатеринбурге, в чемпионате России, имеют шанс попасть туда? Да, разумеется, имеют, то есть надо понимать, что мы... Потому что это еще дополнительная мотивация. Смотрите, участники, которые принимают участие здесь в официальном зачете, у них немножко другой возрастной ценз, 28 лет. И компании, на самом деле, сейчас уже говорят о том, что пора отменять даже этот ценз. Потому что, например, на корпоративных чемпионатах были участники и 60 лет. У вас написано «молодые профессионалы». Молод – это, смотря как мерить, да, можно мерить паспортом, да, такой формальный подход. И расстанусь комсомолом, буду вечно молодым. Безусловно, да, это применимо всегда. Мне кажется, ни один человек, которого вы спросите здесь, и даже на улице скажете, вы молод или нет, но гораздо приятнее сказать, что я молод, да, и это скорее состояние души. И вот часть ребят, которые здесь есть, они могут участвовать в чемпионате, но в качестве экспертов, да, то есть это вполне реальная роль, и часть из экспертов сборной здесь являются главными экспертами, это не новость. Ну и второе, мы тренируем здесь, помимо всего, свою национальную сборную по отдельным компетенциям, для того, чтобы ребята могли сравниваться не с уровнем колледжа, да, а с уровнем крутейших российских предприятий. Вот этот соревновательный опыт, такая, ну извините, как бы такое жесткое столкновение в очень серьезной борьбе, очень полезно для будущих чемпионов. Система WorldSkills, ну, относительно недавно она внедряется в нашей стране, и когда она только появилась, нам сразу говорили о том, что одна из главных задач усилить, или там, если хотите, вернуть престиж рабочим профессиям. Вы чувствуете, что действительно перемены в этом происходят, рабочие профессии становятся более престижные? Знаете, мне не очень нравится термин «чувствовать», да, то есть я скорее привык считать. Но если вы еще и какие-то аргументы приведете, это будет вообще великолепно. Ну, смотрите, мне кажется, очень простая цифра, да, вот она убийственная, как таковая. В 2014 году, в 2014 году, это старт проекта, то есть, ну, такие первые этапы разворачивания, грубо говоря, да, в 40% детей, а если быть точным, 42% детей, это слова Ливанова Дмитрия Викторовича, тогда министра образования Российской Федерации, он приводил цифру на каком-то совещании, что 42% детей после 9 класса идут в колледжи. То есть, ну, вот как бы, вот уровень на тот момент. Госпожа Васильева, будучи министром образования и науки, то есть еще до реорганизации министерств, в прошлом году приводил другую цифру, которая относится к текущему периоду. Так эта цифра 57%. Да, как бы, ну, стало больше, существенно. Да, это кардинально больше, то есть, надо понимать, 15% это феноменальный большой прирост. То есть, это впрямую свидетельствует о том, что родители и дети принимают решения относительно будущего своего детей в пользу прикладного образования, да, то есть, в пользу колледжа, а колледжи готовят в основном, ну, 99%, это подготовка рабочим профессиям. Поэтому говорить о том, престижно, не престижно, ну, как бы, вот есть цифры, что хотите делать. Ну, а потом они же участвуют в чемпионатах. По-разному, ну, смотрите, даже не все участвуют в чемпионатах, то есть, как устроена эта система. На самом деле, очень много соревнований происходит внутри колледжей. Это те соревнования, которые не являются публичными, где скорее отбираются ребята. Важная функция чемпионата для студента, что он создает мотивацию. Ну, вот есть такая расхожая фраза, она абсолютно честная и правдивая, что невозможно человека заставить учиться. Можно только смотивировать. И чемпионат выполняет главнейшую функцию для образования, мотивация человека быть профессионалом. Человек должен сам захотеть, куда-то двигаться и развиваться. Это хорошо, что вы не любите измерять что-то чувствами, а какими-то более предметными категориями. Есть ли экономический эффект, можно ли его посчитать, от участия России в системе WorldSkills? Ну, вот сложный вопрос, на самом деле. Я понимаю, но тем не менее. Таких прямых исследований нет. Единственное, что я могу сказать, это про то, у нас есть инициатива, где называется демонстрационный экзамен по стандарту WorldSkills. И вот по тем оценкам, которые нам дают регионы, это, к сожалению, пока небольшие данные, и мы сейчас идем к тому, чтобы это уже посчитать в процентах, в отраслях и так далее, и так далее. Но в среднем ребята, которые прошли демонстрационный экзамен, зарабатывают больше. То есть это говорит о том, что за те навыки, за тот профессионализм, который они получили и подтвердили, что важно на демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills России, работодатели готовы платить больше. Самое последнее. То, что вот здесь за нашими спинами происходит, это зрелищно. На это имеет смысл прийти посмотреть этим людям, кто, ну, может быть, не очень слишком хорошо профессионально в этом разбирается. Давайте еще раз цифру приведу. Вот смотрите, мы проводили в прошлом году здесь чемпионат, пришло 40 тысяч зрителей. Ух, немало. Немало, это сравнимо с Анапромом. Второй пример. У нас был чемпионат Южно-Сахалинский национальный. Что вы понимали, Южно-Сахалинск, это город, где живет 196 человек. Пришло посмотреть 60 тысяч. Представьте, треть города. Город примерно в 10 раз меньше Екатерингорода, а народу пришло побольше. Это говорит о том, что есть посмотреть. На самом деле, здесь очень много зрелищных вещей, особенно с очень хорошим будет второй день соревнований, завтра, когда будет понятно, когда участники впервые поймут, где приблизительно они находятся. Они не знают на самом деле, но видят по работе, по уверенности, по словам и так далее. И начнется такой именно психологический мандраж, когда люди будут понимать, что они где-то отстают, и будут резко увеличивать темп работы. Будет очень зрелищно приходить, и вы увидите. Обязательно кому нужно прийти? Тем, кто находится в периоде профориентации? Нет, всем. Смотрите, поверьте, взрослые люди нуждаются в профориентации не меньше, чем дети. Если мы посмотрим количество профессий, которые российский россиянин меняет в течение жизни, оно минимально, хотя тут существует такое понятие профессионального тупика. То есть вы работали, 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 какое-то выгорание. Да, рост до своего потолка остановился. Но, к сожалению, у нас в нашей стране, ну и вообще в принципе в мире очень мало инструментов, которые вам бы позволяли сориентироваться в современном мире. Мир настолько быстро меняется. Вот сейчас, если посмотрите, например, как меняется сварочное производство, там каждый год новой технологии. Человек, который лет 10 не видел, что там меняется, может оказаться так, что он вообще увидит другую профессию. И это реальность. Роберт, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что на стенде был Роберт Уразов, генеральный директор Союза молодые профессионалы WorldSkills Россия. До свидания и удачи.